Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов только с одной командой, где сегодня мы будем рассматривать прям нереально офигенную команду, а что именно это 5 разных костюмов, я не знаю, я не скажу что это супергеройские, может какие-то прям тайные разработки какого-то там американского правительства, потому что костюмы реально ребята очень сильно офигенные, они вам очень сильно помогут разнообразить Ваш игровой мир в Майнкрафте, как вы видите, как вы видите, что это такое, это прям знаете какой-то вагбан в кэске, мы можем вообще через стены, ребята, смотри, мы можем палить игроков через стены, но ребята мы это, так же мы летать можем, нифига себе, я это знаю, но вы это не знаете, ребята, мы это все рассмотрим через пару минут, но перед этим я бы очень сильно вас хотел попросить поставить лайк, ведь если мы наберем 700 лайков, в первую очередь я буду очень сильно этому рад Во вторую, если мы сегодня наберем 700 лайков, то я вам обещаю то, что завтра выйдет следующая серия, зависит только от вас, ребят, 700 лайков, завтра выходит следующая серия, поэтому я буду очень сильно этому рад Если серия не выйдет, а мы лайки наберем, то вы знаете, что делать, я буду вам должен подарок ВКонтакте, расписаться у вас на стенки и так же добавить вас в друзья Так же не забываем оставлять свои комментарии, я общаюсь со своими подписчиками, если ты не веришь, что можешь проверить это в сообщениях и так же подписаться на мой канал, я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью Поэтому я бы тебя хотел попросить подписаться на мой канал, а мы, ребята, приступаем к самому, к самим костюмам, да Что же мы будем делать? В первую очередь я хотел бы вам сказать, что вот эта команда К сожалению, разработчик этой команды еще не сделал ее в Майнкрафте, да, то есть вы не можете выдать себе командный блок, вы не можете его поставить И в том смысле, что засунуть одну команду и заспавнить нужную вам вещь Это, я не знаю, ребята, это постройка, да, то есть вот тут у вас рычаги, вы включаете все нужные командные блоки Вот смотрите, вы даже вот сюда можете спуститься и видеть то, что тут есть многие командные блоки Которые вы включаете с помощью рычага Как только вы это сделали, команда была установлена в ваш мир, да Как это делается, это, ребята, делается через mc-edit, там нужно копировать, вставлять, заменять постройки Всякие щематики устанавливать, это так называется Это, ребята, долго, но кто-то, кто в этом разбирается, я оставил ссылочку для вас в описании Можете зайти и установить себе, а кто не знает, просто я буду рад, если вы посмотрите вот это интересное видео, я надеюсь Что нам нужно делать? Как нам нужно активировать вообще наши сеты? Видите, ребята, то, что в данный... Сейчас у меня есть этот сет, да? Этот сет позволяет вам использовать джетпак, вот Тело вам, курточка вам дает эффект джетпака, вы сможете летать Капюшон вам дает эффект рентгена Вы можете видеть через стены, как я уже вам показал на начале видео Почему сейчас у меня это все не работает? Потому что любой костюм работает на уголе или древесном угле, да? То есть на угле или древесном угле Это как будто топливо Каждые 40-20 секунд, то есть каждые 20 секунд ваша куртка использует один уголь А каждые 40 секунд ваш шлем использует тоже один уголь Но в какой-то такой мере Поэтому, ребята, вы видите, что сейчас это все работает Но у нас еще будут еще 4 костюма помимо этого И вы сейчас увидите, как их делать И в принципе вообще, что другие костюмы, какие эффекты они вам дадут Во-первых, давайте нафиг снимем вот этот костюм Во-вторых, выдадим себе еще немного угля, чтобы хватило до конца серии В-третьих, как нам вообще создать эти костюмы? Это все очень просто В первую очередь нам нужно 3 железных блока Во вторую очередь нам нужно 32 блока кварца И в третью очередь нам нужно 3 алмазика Что мы делаем? Мы выкидываем алмазы, кварц, железо Даже звучок И у нас появляется магический блок Который называется ДРАГОНИУМ Прямо какое-то заклинание с Гарри Поттера Ну Это, это, этот блок Прямо магический Наполнен, наполнен всякой магией Который позволит вам создавать очень Различные вообще костюмы Как это все работает? Нам нужно Сет Железный сет Мы выкидываем Мы можем сделать вот так Давайте вот это клонируем Вот так Мы можем сделать вот так Выкинуть Шлем Выкинуть ДРАГОНИУМ Потом выкинуть вот это Выкинуть И каждую вещичку превратить В нужную нам вещь Например, вот так Да, и вот это все Или мы просто-напросто можем сейчас взять Например, 1, 2, 3, 4 Это чтобы просто-напросто сэкономить время С серии, чтобы не затягивать ее очень долго Вот так сделать И сразу все вещички превратятся в нужный вам сет Что дает этот сет? Этот сет не дает ничего Зачем тогда он сделан? Этот сет сделан для того, чтобы с этого сета Сета брони сделать 5 различных То есть Вот так Сейчас выключу дождь То есть у нас как будто идет какая-то ветка эволюции Да, мы создаем с одного блока 1 сет Потом с этого сета идут 5 различных броней А, и как это все работает? В принципе, давайте, ребята Я вам сейчас быстренько даже это все покажу Нам нужно В принципе, это долго Хотя, ну ладно Давайте Давайте посмотрим Давайте посмотрим Я еще вот так сделаю Вот так Замечательно Мы выкидываем Это Но сначала Смотрите, что нам нужно, ребята Нам нужно вот эти 5 ингредиентов Каждый ингредиент превращает вот этот золотой сет В свой какой-то особенный сет Мы начнем с кварца, да Что же это делает? Мы также можем по одной части вот так выкидать Но мы выкинем, ребята, все сразу же Чтобы быстренько это все превратить Мы это все выкидываем И выкидываем кварц И у нас появился вот этот сет Который мы сразу же оденем Вот он, ребята Этот можно, в принципе, удалить Этот можно удалить Потому что он нам больше не нужен Он называется Пуриум Что он делает? Вы уже знаете, что он делает Давайте даже, в принципе, давайте я вам так покажу Вот, ребята Вы видите То, что То, что Это рентген Вы можете видеть через стены Это офигеть как круто Я выключил гейммод И сейчас Без гейммода Мы посмотрим Что же у нас тут есть Вы можете так же летать Как видите, ребята Это у вас джетпак Вы можете подлетать Вы можете находиться в небе Просто-напросто куда-то уйти Прийти там Мама, я пошел кушать, вернуться Вы все еще до сих пор находитесь в небе Ну, конечно До тех пор Как у вас До тех пор Пока у вас не закончится Уголь Это как топливо Да, поэтому Запасайтесь надолго Также Вы можете подниматься На большую высоту Да Ой, зараза Вот, вы, например Поднялись вот сюда И как спуститься Очень просто Вам просто-напросто Нужно посмотреть вниз Посмотреть вниз И вы вот так постепенно будете спускаться Как будто Ну, знаете, ребята Как будто по лестницам Да Но Что самое Что самое интересное Я бы вам хотел показать С этим Вам нереально просто Будет найти Шахты То есть Что вам нужно Вы просто спускаетесь на землю Допустим Включаете Я не знаю Нужно ли Нужно ли ночь включить Или нет Потому что Потому что Если какой-то моб Будет находиться в шахте Допустим Вот 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 Моб находится в шахте И вы уже знаете Что там есть какая-то шахта Вы туда можете спуститься Копать прямо под себя И вы будете знать Что вы там найдете Какую-то шахту Потому что Вы видите То, что моб Находится Вот там За этими стенами Этот сет Нереально полезный И он В принципе Упростит Вашу жизнь В Майнкрафте На Нафигеть Как много Но это еще не все Давайте мы ребята Приступим к следующему сету Что делает Следующий сет Это уже можно удалить Что он делает Мы также Вот это еще сейчас Скопируем Чтобы каждый раз Не создавать Следующий сет Мы сделаем с железа Этот уже В принципе Даже можно будет Полностью удалить И Следующий сет Мы выкидываем 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 И выкидываем Железо Опа Можно даже Одну штучку Я просто сразу Выкинул все Что делает Следующий сет Следующий сет называется палео это очень крутой с очень крутой очень ребята крутой честное слово что он делает вы подходите какому-то монстру кролику вряд ли мне кажется какому-то монстру нужно его сейчас будет найти а у нас все употребляется да все все работает это у нас все работает уголек употребляется не употребляется я не знаю да все нормально работает а как же работает этот сет и принципе что он ребята делает это его первая фишка вы прокручиваете вокруг себя вы спал испарите своего помощника это нереально круто я сделал ночь чтобы чтобы просто-напросто щас взять и заспанить кучу зомби потому что это будет очень круто это будет очень круто это нереально потому что смотрите нападки нападают на вас допустим зомби да давайте вы сейчас сюда отойдем вот сюда все мы вышли с гейммода нападают на вас зомби да что вы делаете вы просто разворачивайтесь спалите своего друга разворачивайтесь разворачивать разворачиваетесь разворачиваетесь чак счет заспанс за спальня сза справиться или там вроде есть какое-то определенное количество да например а он уже пропал да например да дайте мне дайте сутки заразы вот вот заспар американцы который дайте мне дайте так вот еще один заспанился И это, ребята, ваши помощники, которые, во-первых, помогут отвлечь внимание, дайте-ка я ещё немного... Которые помогут отвлечь внимание, также просто-напросто помогут вам в бою, потому что они будут за вас убивать ваших врагов. Это офигеть как круто. Но, ребята, это ещё не всё. Вы видите то, что я прыгаю возле врагов, и вы видите то, что на них накладывается эффект. Если вы зажимаете shift и прыгаете возле своих врагов, то на них накладывается эффект замедления. Вот смотрите, как этот зомби быстро на меня пёрнул. Иди сюда, сейчас разберёмся. Как только я наложил на них вот этот эффект, вот смотрите, ребята, я становлюсь на shift и просто прыгаю. На них накладывается эффект замедления, и они сами по себе очень медленные, а так они становятся ещё намного медленнее. Это очень, ребята, круто. Это очень круто. Ай, 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 ай. Потому что вы видите, ребята, то, что нас практически никто не может догнать, кроме паучины, да? Но это ещё не всё. Зачем я сюда пришёл? А сейчас вы, ребята, посмотрите. Что я буду делать? Я буду себя немного убивать. Вы спросите, зачем? А вот затем, дайте-ка я найду какую-то... Вот. Я буду себя потихоньку убивать. Но с этим сетом у вас это не получится, ребята. Потому что, во-первых, оно даёт вам защиту, да? То есть вы сможете получать больше урона. Но это ещё так же, ребята, не всё. Он вам восстанавливает здоровье, когда вы получаете урон. То есть вы спросите, как это вообще работает? Если у вас, например, два сердечка, которые вам оставили зомби, ну, какие-то монстры. И, например, вы от них убегаете, куда-то падаете, то вы, ребята, не убьётесь. Потому что этот сет Палиум восстановит вам ваше здоровье. Также, как я понимаю, вы сможете бесконечно исследовать тёмный мир океана. На самом дне океане вы сможете его исследовать, искать, что-то добывать. И вы никогда не умрёте. Вы, ребята, никогда не умрёте, потому что просто-напросто Палиум вам не позволит это сделать. Вот сейчас, как вы можете заметить, вы получаете очень мало урона, да? То есть вы бы уже давным-давно, наверное, утонули. Но давайте дождёмся, когда у нас вообще сердечек не будет. И что, что это нам даст? Вы видите, ребята, то, что мы умереть не можем. Как только у нас становится одно с половиной сердечка, давайте ещё раз посмотрим. Этот сет восстанавливает нам на четыре сердечка сразу. То есть, бум, это можно сказать, как костюм Дэдпула. Вы никогда не умрёте, если у вас мало жизни. То есть, вы быстро регенерируетесь, как, например, тот же Росомаха, да? Но вас могут убить, наверное, только если... Только если на вас нападёт арта зомби и, в принципе, заломает вас, западает, затопчет, да? Это, в принципе, всё, ребята. Мы сейчас будем приступать к следующему сету. Давайте, в принципе, даже сразу же что делать? Следующий сет. Следующий сет. Дальше. Так. Ну что, ребята. Этот, в принципе, можно выкидывать. Следующий сет у нас будет изумрудный. Мы тоже вот это копируем, чтобы потом ещё раз не создавать. Это выкидываем и выкидываем вот это. Я сказал, выкидываем и выкидываем. Вот, я, может, далеко отошёл от этого и, походу, это не работает. А ну, сейчас. Вот, ребята, следующий сет. Я знаю, почему это всё не работало, потому что у меня тут два рычага были выключены. Значит, ребята, нужно следить за этим, чтобы они всегда были включены. Следующий сет это у нас фиориум, теориум сет, да? Что он делает, ребята? Что делает этот сет? В принципе, вы уже видите то, что он делает. Когда вы близко подходите к своим врагам, вы заметили уже, вы просто-напросто их поджигаете. Давайте спустимся сюда в тёмную такую дырищу, да? Ладно. Спустимся сюда в тёмную дырищу. Вторая попытка. И, как видите, ребята, вы просто-напросто поджигаете своих врагов только тем, что вы находитесь рядом с ними. Ребята, это круто. Это круто, но это ещё не всё. Вы их просто-напросто можете подбрасывать в воздух. Знаете как? Становитесь на шифт и просто прыгаете и танцуете. Вместе с зомби. Вы также можете просто-напросто с ними даже в футбол играть. В какой степени соревноваться с вашими друзьями. Кто больше выбьет на ноги, сейчас не мяч, а сейчас зомби, да? И чем дольше вы их выбиваете, можно так сказать, то, когда они приземляются на землю, то тем больше урон они получают. Этот сет просто нереально крутой. Но это ещё не всё. Вы также можете поджигать вещи, которые будут находиться на земле. Они не будут сгорать. Они не будут уничтожаться. Они просто будут гореть. И вы также можете подбрасывать вещи в воздух. Так прикалываться с вашими друзьями. Друг, а ну подойди-ка сюда. Что, 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 что? На тебе ста колмазов. Круто! Зачем ты их поджёг? Или когда он понял, что они всё-таки не... Я сказал, когда он понял, что они всё-таки не... Не уничтожаются, то смотрите, вы просто-напросто... Вот это реально даже прикольно. Вот реально. Знаете, как будто кажется, что вы мяч на ноге выбиваете. Один, два, три. Но это реально очень даже круто. Это круто, ребята. Но мы переходим к следующему сету. Что же он делает? Это, в принципе, можно уже сразу же удалить. Что у нас осталось? У нас осталось ещё... Нет, ещё два сета. Ещё, ребята, два сета. И давайте мы посмотрим. Выкидываем, 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 выкидываем. И выкидываем. Что? Конечно же, алмазы. Что делает этот сет? Он даёт вам скорость 3. То есть вы можете очень даже быстро бегать. Это круто. Это, наверное, единственный сет, который даёт вам эту возможность. Я уже запалил вам, ребята. Я уже запалил вам то, что я не хотел палить. Но, как видите, вы можете спокойно просто ходить по воде. И не париться то, что вы сможете упасть. Да, прям просто замораживать воду у вас на глазах. Конечно, не очень быстро нужно ходить. Потому что у вас всё-таки скорость... У вас всё-таки скорость 3. Ага, я понял, почему это не работает. Потому что мы уже далеко отбежали. Или даже не то, что мы далеко отбежали, а то, что у нас закончился уголь. Ребята, я же сам на начале серии сказал то, что уголь играет важную роль. Он как топливо. Поэтому, ребята, о чём мы говорили, не бегайте слишком быстро. Потому что у вас всё-таки скорость бега 3. Если вы будете очень слишком бегать, то смотрите, что произойдёт. Вы просто-напросто не будете успевать замораживать воду перед вами. Хотя я сейчас успеваю, но иногда можете много подлагать. И вы просто-напросто упадёте в воду. Поэтому, ребята, не нужно этого делать. Ну, хотя вроде сейчас нормально. Но, ух ты, что это такое, ребята? Вашу мать и это дождь. Но, ребята, вы видите? То есть, вы можете телепортироваться. Как это всё работает? Вам просто-напросто нужно нажать на shift и нажать на пробел. То есть, это очень даже просто. Ну, и вперёд, конечно же, бежать, да? Чтобы была траектория, куда же вам нужно телепортироваться. Но это, ребята, не всё. Вы также сможете проходить через стены. Вы также сможете проходить через стены. Где вы это видели, ребята, чтобы вы проходили через стены? Опа. Мы прошли. Опа. Мы прошли. Опа. Мы прошли. Это очень круто. Но это ещё тоже не всё. А что же ещё я вам приготовил? М? Может, нам в ад быстро сгонять? Как думаете? Зачем? Вы спросите. Ребята, а затем то, что... Вот зачем. То есть, вот сейчас вы видели то, что залагало. Поэтому не нужно очень быстро бегать. Нужно... Нужно потихонечку. Нужно потихонечку, чтобы это всё успевало прогружаться. Вы видите, ребята, то, что это работает так же, как с водой. Если вы бегаете по воде и замораживаете её, то с этим костюмом, бегая по лаве, вы также превращаете её в булыжник. Это, ребята... Как круто! Поэтому этот костюм, наверное, самый офигенный, который только существует в этой команде. Но давайте мы посмотрим, что же делает последний костюм. Последний костюм этот можно уже удалить. Вот так. И возьмём, ребята, Red Stone. Red Stone! И что мы сделаем? Здрасте, я как-то даже вас не заметил. Вы не хотите обратно отправиться? Во, замечательно. Прям послушный. Он послушный? Нет, он не послушный. Он не отправился. Но всё же, ребята, последний костюм это... Аниум. Аниум. Красненький костюм. Что он делает? В первую очередь, он вам даёт силу, потому что этот костюм, это костюм силы. Вы, в принципе, сможете убивать ваших врагов, офигеть, как быстро. Потому что вы сейчас нереально какой сильный. Но! Что делает ещё вот этот костюм, ребята? Что он ещё делает? Вы также сможете... Нет, вот смотрите, что он ещё делает. Когда вы подходите к вашим врагам, то есть... То есть, если мы опять сюда полетим, чтобы просто-напросто не включать ночь... То есть, если мы опять сюда полетим... Я вам, ребята, запылил самое лучшее умение. Что оно делает? Я не буду повторяться, вы просто-напросто сами видите, что оно делает, да? Вот, вот что оно делает. Вы просто нажимаете... Всё, всё, всё. Вы прям, я не знаю, повелитель взрывов и можете делать, что вам угодно, ребята. То есть, это очень круто. Это очень круто. Вы нажимаете... Бум, 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 шифт, бум. Это, знаете, как... Ну, вот это умение реально очень круто. Но, ребята... Я прям, знаете, даже что-то не могу нажать спокойно, потому что оно взрывается. Когда вы подходите... Давайте я, может, сниму вот это всё. Вот. Потому что каждая часть имеет своё умение. Когда вы близко подходите к вашим врагам, то они отравляются, да? То есть, вы видите то, что им наносится урон. Я сказал, они отравляются. Вот. Им наносится урон. То есть, вы просто-напросто стоите возле них, и им наносится урон. Но это ещё не всё. Это, ребята, ещё не всё. Это ещё не всё. То есть... Как это всё работает? Так же, как с тем костюмом, когда мы спавнили своих защитников. Вот этих снежных... Снежных... Снежных людей, да? Ну, голе... В смысле, снеговиков. Итак, сейчас крутитесь, и возле вас появляется ваш защитник. Бэтмен. Не знаю, почему Бэтмен, но вы видите, ребята, то, что спавнится. Летучая мышь, которая будет наносить врагам урон. То есть... То есть, давайте попробуем. Давайте попробуем заспавнится. Заспавните сразу же убежать. То есть, если у нас, конечно, это получится. Я не знаю. Получится ли у нас вот это? Заспамьте. Оно, если честно, немного меня бесит, потому что оно не каждый раз спавнится. Вот, оно заспавнится. Ух ты! Как я заметил, это сразу же нужно убегать. Потому что, как только оно спавнится... Как только оно спавнится, оно сразу же взрывается и сразу же нас может поддеть. Да, поэтому, ребята, лучше, лучше же сразу убегать. Вот, 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 вот. То есть, если возле вас находятся враги, то вот эти летучие мыши сразу же взрываются. А если нет, то вы видите, что они могут даже вас немного задеть. В принципе, этот костюм, если честно, очень даже крутой. Поэтому, ребята, на этом я уже, наверное, буду заканчивать. Я очень сильно буду рад, если вам понравилось вот это видео. Все-таки ссылочку на эту команду я оставлю в описании. Кто разбирается, вы все идите, можете постараться установить вот эту себе постройку. Кто нет, то будем ждать, пока разработчик все-таки сможет засунуть вот это все в один командный блок. Потом я тогда вам, ребята, еще, наверное, один раз покажу. Я очень сильно благодарен вам за просмотр. Вы знаете, что делать. Набираем 700 лайков. Я вам обещаю то, что завтра выйдет следующая серия безмогов. Если она не выйдет, а лайки мы наберем, вы знаете то, что делать. Я буду вам обязан подарить подарок ВКонтакте. Да, ребята. Также не забываем оставить свои комментарии, потому что я общаюсь с своими подписчиками. Если не веришь, то можешь проверить. И последнее, не забываем подписываться на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.